Приветствую вас, вы знаете, вы задаете не первый вопрос, да, т.е. вы уже задавали свой первый вопрос, а раньше, ну, в прошлом году это было, вот, вам там, ну, вам там был дан ответ, вот, почему-то вы дальше не работали с коллегой, которого вы выбрали, ответ, которого вы выбрали лучшим, вот, почему-то, почему-то непонятно, вот, но я полагаю, что здесь этот момент можно выяснить, вот, вот я прочитаю оба ваши вопроса, да, т.е. вопрос первый, где вы пишете, что вот такая история, после рождения ребенка начались ссоры, крики, слюзья, разношительные и т.д., вот, и прочитаю вопрос второй, что он муж алкоголик, я его, он, он, он закодировался, теперь вот раскодировался, и опять начинает пить, вот, стоит ли сохранять семью, семью, вот, ну, сохранять, сохранять семью, конечно, можно там попробовать, т.е. в любом случае, так, сразу отказываться от семьи однозначно не стоит, вот, но вместе, вместе с тем, да, нужно обязательно понимать, что ваш муж болен алкоголизмом, скорее всего, и ему нужна помощь, ну, в общем, все, как сказала моя коллега вам, коллега Светлана, столько, я рекомендую вам почитать книгу Валентина Маскаленко, созависимость «Смейная болезни», вот, обязательно ее прочтите, я надеюсь, что для себя вы увидите в этой книге полезные вещи, вот, которые вам смогут действительно помочь посмотреть на ситуацию адекватно, вот. А дальше, дальше, значит, я хотел бы задать вам вопрос, знаете, то есть, здесь дело не в том, что вам делать, здесь дело не в том, т.е. Но дела, дело, дело не в этом, дело в другом, а Este Jewish или не сохранять вам семью, дело, делом не в этом, дело в другом, дело в том, для чего вам семья, ну, вообще, вот, Все, основной вопрос, то есть у вас раздражения какие-то, у вас явно тут вот имеет место быть, быть, да, разочарованием в семье, да, то есть явно вы здесь как-то не удовлетворены в том, что вам хочется, понимаете? То есть здесь вот нужно все-таки смотреть для чего вам есть семья вообще нужна, изначально, зачем она вам? То есть она вам, какую функцию, какую роль она должна была сыграть в вашей жизни. Это первое. Второе, что нужно понять, да, это то, что вы в отношениях с мужчиной сейчас Возьмайте позицию жертвы. Ну, опять же, это подробно описано в треугольнике Карпмана, вы можете почитать в интернете про треугольник Карпмана, вот, и там я уверен, вы найдете описание себя, своего психотипа, да, то есть то, что вы жертва. Вот. У жертвы есть ряд отличительных жертв. В первую очередь отсутствие личной ответственности, значит, за то, что человек делает. То есть жертва поступает, ориентируясь не на себя, да, а на других. Вот. Ну, как правило. Как правило. Жертва поступает вот так. Ориентируясь на других людей, не на себя. У жертвы нет личных границ, то есть четкого понимания того, где человек один, где человек другой, за что отвечает один человек, за что отвечает человек другой. Вот. Вот у жертвы такого понятия нет. Дальше. Как правило. Значит, жертва боится остаться на. То есть у жертвы есть, грубо говоря, повышена такая мотивация быть в отношениях. То есть держаться на них. То есть тут есть либо страх одиночества, либо чего-то еще. То есть тут есть разные причины. И вот в целом, каждая из этих причин, да, разбирается отдельно. Потому что все индивидуально. У кого-то страх одиночества, у кого-то страх потери близкого человека, у кого-то страх потери семьи, у кого-то есть что-то еще. Можно долго на эту тему гадать, можно долго исследовать, но как бы результата, да, можно не добиться. Результатов можно добиться только в том случае, если все-таки проводить, ну, такой вот детальный анализ. Вот. То есть для чего вам семья? В какой цели вы ее вот, значит, ну, создавали семью свою? А зачем вы ее создавали? Чтобы что вы ее создавали? Вот. Дальше. Дальше. Да, то есть насколько вы уверены в себе и так далее, и так далее. Зачем вы рожали ребенка? Насколько это было сознательное решение? Что вас объединяет с вашим мужем? Вот. Это все вопросы, которые нужно исследовать. Какие у вас были отношения в семье? Ага. То есть, вот. Как правило, да, как правило, если человек, ну, кто-то из, становится супругом алкоголика, да, супруга и супругом алкоголика, неважно. То это всегда идет из детства. То есть в детстве, короче говоря, привычная модель. Привычная модель поведения. То есть вот то, как вы сейчас себя ведете, вот. Это модель прямиком из детства. Это привычная для вас модель поведения, модель взаимодействия с мужчиной. Возможно, 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 только возможно, привычная модель взаимодействия с отцом. Вот. Возможно, ваша мама вела себя так с папой. Вот. Возможно, никто в вашей семье от алкоголизма не страдал, но не было уважения ваших личных границ, например. Например. Не было уважения к вашему мнению, например. Чтобы, чтобы вы были замечены, да, чтобы на вас обратили внимание, вам нужно было угождать, ну, обесценивать свои чувства, свои желания, свои потребности. Вот. Все это вот необходимо корректировать и уже после этого будет понятно, что с вами происходит. Дальше. Алкоголик, да, алкоголик, если человек вот прям, ну, действительно алкоголик. Он, как, опять же, правильно сказал мой коллега, да, он не лечится кодированием. Вот. Алкоголизм – это проблема всегда такая более глубокая. Вот. Это проблема страха близости. Это проблема потребностей в любви. Это проблема смацинки. Это проблема выражения, значит, своих потребностей, ну, своих желаний соответственно. Ну, вот. То есть вот это все проблема. Знаете? Алкоголизм, да, вот, в психологической теории алкоголизм не является вообще болезнью. ну, болезнью физической, вот, в медицинском смысле этого слова. Кроме спорадического алкоголизма, да, когда у человека чисто по физическим причинам происходит оправление, именно оправление алкоголем, вот, и всё. То есть тот факт, что мужчина после кодирования продолжил пить, вот, говорит только о том, что у него сохранилась в этом, значит, ну, потребность, сохранилась в этом необходимость, вот. А почему и из-за чего это уже вопрос индивидуальной работы, вот. Также очень важно понять, что поскольку алкоголик человек зависимый, да, и как любой зависимый человек в некотором смысле инфантильный, вот, к сожалению, то ничего не изменится до тех пор, пока он не столкнётся с последствиями. То есть это может быть неплохой человек, это может быть хороший человек, это может быть человек, у которого вообще, как бы, всё в порядке. Ну, то есть он вас любит, он вас уважает, он вас ценит, он вас, он вам не дорожит и так далее. Что это, то есть, знаете. Но! Но! Его зависимость, вот, зависимость, да, она, в данном случае, ему, ну, сейчас, вот. И, чтобы человек начал работать над своей проблемой, чтобы человек именно начал работать над своей проблемой, нужно, чтобы он столкнулся с последствиями своих действий. То есть нужно, чтобы мужчина, в буквальном смысле, увидел, что же я делаю, и что же я делаю, к чему, к чему же я иду, что же это получается, что же это такое получается, как же это всё так, понимаете? Вот. И вот только таким способом, да, только таким путём, только так можно, значит, человека к чему-то привести. Вот. То есть только, грубо говоря, допустим, увидев, что вы, ну, что вы действительно, что вы реально можете, например, уйти от него, да, что вы действительно можете оставить его от одного, что он действительно может, там, грубо говоря, потерять свою семью, вот, допустим. Ну, допустим, может быть, что-то поменяется, может быть, что-то изменится, может быть, что-то будет иначе, может быть, значит, ну, как-то и что-то будет по-другому. Ну, вот, может быть, только так. И, соответственно, до тех пор, пока, до тех пор, пока, вы этого, допустим, не сделали, да, вот, до тех пор, пока вы этого не сделали, да, вот. Ну, вряд ли можно говорить о том, чтобы ситуацию как-то вот, ну, корректировать. Вот. К сожалению, к сожалению. Вот. К сожалению. Такая вот история. Такой вот вам можно дать ответ на ваш вопрос. То есть, в первую очередь, в первую очередь, это работа с вами. Во вторую очередь, это работа с, ну, возможно, с вашим мужем. Вот. И уже дальше вы сможете для себя ответить на этот вопрос. Вот. Вы сможете ответить на себя дальше на этот вопрос. Что вы хотите? Что вы будете делать? Как вы будете делать? Почему вы будете делать? И так далее. Вот. Надеюсь, это то, что вам понятно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам. Я буду благодарен вам, если вы сделаете его лучшим. Потому что я старался рассказать вам все. Я вам желаю удачи, я вам желаю успехов, я вам желаю успешного разрешения данной ситуации. И я желаю вам воспринимать всю данную ситуацию как результат определенных ваших действий. То есть, либо вы сейчас хотя бы ради своего ребенка начнете что-то менять. Вот. Ради своего ребенка начнете. Либо все останется вам так вот как было. То есть, все останется как. Прежде и вы, и ваш, соответственно, ребенок, вот, будете, да будете страдать. Вот. То есть, решать этот вопрос, конечно, предстоит вам. Вот. Я желаю вам еще раз всего самого доброго и удачи. Подписывайтесь. Продолжение следует...